Привет! В этом видео я расскажу про интересные факты и этимологию Я и Мика. Не забудьте поставить лайк под этим видео и по желанию оставь комментарий. Подпишись, чтобы не пропускать новые видео на моем канале. Спасибо за внимание, а теперь переходим к Я и Мика. Мика моложе Ганью. В своем дебюте в китайской версии специальной программы версии 1.5, она называет Ганью Дзиедзе, где Дзиедзе это используемый термин, который буквально означает старшая сестра, но обычно используется для любой женщины старшего возраста, даже если они не являются кровными родственниками. Согласно новым хроникам из 6 китсун 5 том, Мика была молодой девушкой 500 лет назад, когда произошел катаклизм и умерла Китсуны Сайгу. Напротив, Ганью участвовала в войне архонтов более 2000 лет назад, а также предполагается, что она жила в ассамблее Гуэли, которая пала 3700 лет назад. Мика Китсуны из клона Хакушин имеет форму лисы. В японской мифологии Китсуны духовно лисоподобные существа, известны своей сообразительностью. В соответствии с тесными связями Мика с Сёгун Райденом, богом вечности, считается, что мифологические Китсуны живут тысячи лет и символизируют вечность. В то время как Мика называет себя Небесная Китсуны или Тенка, исходя из её возраста и количества хвостов, которые у неё есть, их пять, Мика будет только рангом Кико в обществе Китсуны, где Аширейко будет самым низким, а Тенко самым высоким, согласно японскому фольклору. Яй Мика вдохновлена Яй с Сакурой из Ханка Импакт Сёрд. Другой игры, разработанной Хойя Верс, и вместе с ней имеет ряд общих черт. У них общие физические характеристики, такие как длинные розовые волосы, фиолетовые глаза и лисьи уши. У них обоих общая фамилия Яй, обе Сакуры связаны с лисами. Яй Сакура имеет японское происхождение, а Инадзума — японскую тематику. Их обоих озвучивает Ду Мин Гья на китайском языке и Аяны Сакура на японском языке. Выполняя свои обычные незаряженные атаки, Мика не использует свой экипированный катализатор, вместо этого использует свой посох Гохей. Яй Мика, возможно, училась у Анмёдзи Камуны Хароноски, который был близко знаком с Китсуны Сайгу, изобретателем Анмёдо. Китайское и японское название её обычной атаки содержит термин «шики» — закон, церемония или формула, который может означать «шикигами» — «фамиляры Анмёдо» в контексте мистических искусств. Этимология. Яй буквально означает «восьмеричный», но также может быть истолковано как «многослойный» или «двойной». Мика с японского «божье дитя» — архаичная форма Мика или «жрицы» — с японского дословно «женщина-шаман». Мистические искусства Яй Мика, нынешние главные жрицы Инадзумы, основаны на различных японских заклинаниях и религиозных традициях. Пожирающие грехи Китсуны, возможно, относятся к шикигами — фамильярам Анмёдо — гадания на основе инь-янь, астрологии и астрономии. Проклятие Якан Сакура Сосё относится к мантрам Эн-Эки, что может означать Энно-Гёджа — основателя сенкритической религии Шугенда, или Эки — заклинание магии этой религии. Великое тайное искусство Тэнка Кэншин относится к мантрам Вадж-Раяны — колесница молнии, эзотерической традиции буддизма. Священная тень храма относится к химороге или священному алтарю в письменах синтоизма. Просветление благословения относится к Норито — литургическим текстам или заклинаниям в синтоистских письменах. Подношение Якан может относится или не относится к школам Цзэн Као Донг или Са Тоу, один из храмов которых Тайокава Инари является основным центром поклонения — Дакини, оттожествляемой с Инари в синтоизме. Озорное подразнивание может относиться к лику 11-ти ликого овала Китэшвары — известного высшего существа в буддизме, которое иногда ассоциируется с Инари и Дакини. Запретное искусство Дайсэсё относится к Джугон — древней магической школе, вдохновленной Далцизмом, в которой использовались запрещенные искусства, такие как Кадоку — «Проклятие ядов». Точно также в её преданиях есть несколько, в её пассивных талантах есть несколько ссылок на японские легенды и литературные произведения о духах лис. Подношение Яко относится к дзен буддийской идиоме Яко Дзен и или рассказу о легендарном китсуне Хаку Зосу. Умный зов лисы может относиться к Канкае пьесе Кёген — «Комический театр», в котором играет Хаку Зосу. Семь чудесных превращений могут относиться к пьесе Бунраку «Кукольный театр», в которой фигурируют девятихлостые лиса Тамамо Номай. На этом всё. Большое спасибо за просмотр. Поставь лайк этому видео. По желанию оставь комментарий под этим видео. Если ты новый на канале, не забудь подписаться. Также, если ты уже подписан, то не забудь активировать уведомления, чтобы не пропускать новые видео на моём канале. И ещё раз большое спасибо, и увидимся в следующих моих видео.